добрый день друзья мы с вами находимся в мурманской области в районе поселка кильдин строй и стоим на 1 бункера радиоэлектронной борьбы советских времен вот видно соответственно вентиляционные шахты там дальше на самом деле городок получается был большой поскольку здесь все оборудование сюда когда-то была дорога но сейчас попасть по этой дороге невозможно поскольку она перекрыта другой воинской частью и получается надо ехать по сложной дороге от льдин строй и дальше идти соответственно в гору пешком немножко мы утомились и потому что очень много снега сегодня у нас 5 июня основной бункер плохо может меня слышно быть потому что тут у нас еще и ветер вот видим какое-то уже оборудование причем смотрите это можно даже переключать ну и соответственно в бункере хотя конечно он свое время был разворован но что-то что-то осталось же давай фонарик меняемся я возьму более подходящий фонарик который дает такую более приятные для видеосъемки свет самом деле не совсем как вы владея информации по этому бункеру но есть больше покажу видите очень много воды поэтому очень опасно где то есть провалы самом деле у меня уже резиновые сапоги к сожалению давайте-ка я вернусь это место кстати да мне подсказывают мои коллеги stalker и это сан пропускник то есть насколько я понимаю бункер мог действовать в условиях атомной войны и соответственно атомного заражения давайте пока отвлекусь смотрите осталось еще даже плитка здесь период почему-то пропустил то есть бункер мог действовать условиях атомной войны полностью как бы сказать герметичен так вот видите надо идти очень аккуратно ну вот да видимо здесь как не знаю как как фильмах по чернобыль нам показывают что обрабатывали солдат химизе посмотрите первый коридор ну конечно тут из мебели ничего не тут и даже какие-то остатки обоев остались отсыревшие уже точная дата когда бункер был создан неизвестно но думаю что покинутым был но как обычно у нас период перестройки чуть не упал прямо в эту лужу что можно хорошо провалиться так фонарик немножко выходит из трубы режима самом деле помещение большие но абсолютно пустые вот это как можно предположить это был своеобразный карцер по крайней мере кстати рано что это не спилили металлисты но хотя хотя наверное все время когда еще тут дорога была можно было подъехать наверно тут они хорошо поживились какие-то там ящики но куда не попасть то что все завалено вот остались какие-то схемы электрооборудования почему еще хорошем состоянии щиток уже весь разбитый вот даже кстати обратите внимание виден какие-то остатки паркета хотя тоже какие-то желоба так идем основные помещения а мы обойдем полностью по кругу бункер можно конечно вот тут пройти но там уж совсем провалы которые можно хорошо провалиться вот потому что проваливаюсь потому что слежу одной рукой одной рукой держу стильная вентиляция 1 другой рукой держу камеру другой фонарик и под под ноги не смотрю кстати такие таблички тут даже остались метеобюро все затоплено даже покрышки туда зачем сюда притащим здесь был свой автобат с эти вентиляция даже слышно как и кстати посмотреть какие у стуки потолки ну то есть в условиях атомной войны бункер мог какое-то время наверное быть автономен просто помещение вот это выход мы туда выйдем еще так вот видите какие навсегда быть аккуратно потому что там очень очень глубоко вот еще какие-то таблички время что-то вот так можно и сейчас было бы весело себе упал вот остались показать какие-то журнал нет ни журнал это пакеты какие-то но здесь есть остатки плакатов советских с каким-то надписями здесь даже присутствует шведский флаг сейчас еще кое-что вам покажу вот есть остатки да и вот тут скорее всего была комната где хранились скажем так снаряжение для химической защиты в условиях атомной войны то есть перчатки есть какие-то журнал пример резистор это скорее всего кардио локационной борьбе относится и вот бутыльки как пузырьки специальные как не подсказывают они предназначались для того чтобы случае химического радиационного заражения можно было себя облить то есть ну как бы как защитой вот это что такое фуражка елки полк смотрите осталось фуражка сразу и не заметил вот хоть что-то здесь отсталось а вот смотрите мы еще сверху покажем до подсказывают вот так сейчас чтобы стать чтобы вам видно было здесь видимо должна быть лестница и это был наблюдательный пункт данного бункера герметичный то есть там наверно в одном том же месте все пытаюсь упасть там должен был сидеть но в случае естественно атомной войны бункер полностью закрывался и был герметичен и там должен был сидеть какой-то смертник и наблюдать партнера показания что происходило в окружающей среде ну и наблюдать закрывающей местностью вполне возможно что данный как бы бункер маленький наблюдать не пункт был тоже герметичен можно было наблюдать что там происходит ох там еще смотрите какие-то туда не пройти да это скорее всего до подсказывают что это в изоляции упавшая так-то забавно что интересно что вот какие-то надписи еще один флаг швеции мы нашли странно видимо основной наш этот основной противник бункер да забавно но может каких-то этих ажин ты посетишь прямо на этот они вот-вот он сейчас хорошо виден наверное основной противник хотя швеция с мурманского со швеции нет границ и скорее всего этот бункер был основном предназначался для борьбы с ближайшей страной нато это норвегии вот все еще снег тут конечно там даже какие-то сапоги остались ну конечно я думаю что когда бросали барахла здесь было намного больше естественно все растащили когда еще были дороги так тут надо быть аккуратнее тоже провалиться немножко конечно тяжелой дорогу сюда поэтому наверное устала у меня голос мы думали что всегда добраться намного проще но то дорога которая есть размыл и то есть и пришлось идти по дороге несколько километров пешком я думали что подъедем прямо впритык к этому бункеру вот мой ход это соответственно здесь были машины то есть как бы получается гаражи конечно машин уже не сохранилась даже какие-то там фары но вид конечно отсюда это одна из получается высоких сопок в округе и конечно хороший была бы хорошая погода было бы намного интереснее но к сожалению вот даже в июне погода нас не радует так сейчас поднимемся на крышу бункера там тоже есть пару интересных мест на сих пор много железа какого-то видим радио оборудования которое не было интересно металлистом у нас у гостей где-то здесь встречал изоляторы то есть получается кроме колючей проволоки бункер был еще обнесен аккумулятор какой-то кроме колючей проволоки бункер еще был обнесен так сейчас уберу фонарик чтобы он не мешал еще раз бункер был обнесен соответственно колючей проволокой и сеткой скорее всего сетка это было под напряжением потому что там находится изолятор и я кстати один подобрал ну далеко туда идти вот вот такой вот изолятор насколько я понимаю изолятор и год 1963 то есть ну примерно в этих годах но я думаю наверное раньше хотя может примерно то есть можно по этой дате ориентироваться на тогда когда на год создания бункера и и функционирование сейчас мы заходим на крышу может быть может быть ветер не очень хорошо меня слышно видимо этот какая-то наблюдательная вышка вот здесь очень интересный лично по мне артефакт помните как фильмах показывают там самолеты летят и вот и там все светятся типа такой как советский планшет даже видны ты силуэты самолетов на график для определения тренировок его и кивиа лента эквивалента взрыва и дальности прикольная штука была целой наверное ей цены не было все разбили вот ну и соответственно здесь укрытие насколько я понимаю здесь была антенна да и вот но естественно чем-то закрывался или маскировался и вот вход из бункера где мы там только что были вот ну и сейчас стану на самую высокую точку еще раз осмотрим вам не упасть отсюда и уже побежим домой то что времени у нас уже немножко обрез вот этот вот автобанге стоял соответственно антенна там еще какие-то помещения может быть дизельная соответственно станция подстанция те бункер они небольшие они все завалены снегом и соответственно до попасть невозможно ну и вот вот вход в бункер основной и вот давайте закончим она вот том помещении где я говорю должен быть сидел сверстик наблюдающий за зараженной местности там была она полностью как я говорил герметично кстати что интересно слышно отсюда дорогу не слышно даже поезда хотя идти сюда весьма и весьма сложно слышимость хорошая так давайте пройдем вот смотрите даже она смотрите камуфляжка то есть то что он был в сетке защитной и вот это что получается хотят что поджигали что ленька но вот это получается как бронестекло триплекс тут он уже вот снесен и вот мы оттуда из бункера видели здесь он что давай просто не знаю как камера покажет вот там мы с вами гулять то есть да там видно и люк гермолюк то есть он полностью закрывался и вот на зараженной местности отсюда по всей видимости должен смотреть этот товарищ за окружающей местностью то ли поджигали то ли вниз ну и соответственно вот эти вот вентиляции наверное тоже как-то были замаскать а да замаскированы точно не были он до сих пор смотрите сколько тут релюшек всяких на этом я все что-то какие то есть кто-то может служил и есть какие-то более полные знания таких подобных бункерах пишите на этом все друзья и удачи